привет дорогие друзья ну что давно меня не было в эфире причина этому естественно есть он существует я про коронавирус если таки встретился чего вам собственно не желаю поэтому носите маски мойте руки если есть возможность его избежать то это нужно делать так как штука достаточно специфическая но поскольку острую фазу общения с ним я уже прошел могу потихоньку начинать возвращаться в строй тема у нас сегодня достаточно интересно наверняка многие из вас слышали о таком предприятии мотор сич это украинский флагман гигант самолета вертолета строения и производства двигателей для военной гражданской авиационной техники то есть это самом деле уникальнейшее предприятие для всего мира и вот она у нас есть и вокруг него разворачиваться сейчас такая интересная борьба него с 2016 года пытаются зайти китайский инвестор они уже вроде бы даже зашли купили акции но потом эти акции заблокированы были дело зависло то ли в воздухе то ли в судах в общем они до сих пор не могут вступить по сути в управление этим предприятием хотя большая часть акций по моему половина уже принадлежат им и что интересно в этой истории громче всего противится продажи украинского предприятия которая ну хоть и уникально но настолько специфично что мало кому сейчас в мире нужно но тем кому нужно для них она на вес золота так вот больше всего противится продажи этого предприятия это друзья мои американцы не хотят они чтобы продавали его китайцам открыто об этом говорят при этом сами покупать не хотят и как решить нам вопрос с рабочими местами а китайцы обещают и рабочие места сохранить инвестиции привлечь и технологии за нами оставить избыт продукции наладить в общем какая-то манна небесная но американцы говорят нет и вот даже несмотря на то что это нет мы слышим там 16 года даже сейчас уже при зеленского буквально свежие заявление которое прозвучало месяц назад от помпео я вам даже его зачитаю соединенные штаты обеспокоены инвестициями китая в украинскую промышленность об этом госсекретарь сша майкл помпео заявил президент украины зеленскому в телефонном разговоре помпео упомянул попытки пекина приобрести украинское предприятие мотор сич а также назвал инвестиции к нр враждебным вашингтон не впервые выступает против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире так еще в августе 19-го джон болтон советник президента сша по национальной безопасности стремился не допустить продажи мотор сичи китайской компании болтон считает что успешная сделка позволит китаю получить доступ к важным технологиям сфере обороны в чем тут сыр бор дело в том что мотор сич во времена ссср обслуживала всю оборонку воздушную советского союза когда союз распался получилось так что уникальное предприятие осталось на территории украины а основная сторона потребитель этой продукции оказалась россия ну мы потихоньку свою оборонку пилили а россия потихоньку развивала и вот наше предприятие несмотря на то что там технологии которые на нем используются им уже лет и лет она остается уникальным и все годы независимости именно россия была основным потребителем продукции мотор сич и до 14 года никаких проблем с этим не было россия поставляла нам денежки мы вертолетные двигатели запчасти и все вроде бы были довольны но в четырнадцатом году произошел перелом началась война прямая агрессия россии против украины и украина вела санкции с августа четырнадцатого года украине запрещено продавать украинским предприятиям компаниям частным государственным любым запрещено продавать военное оборудование и товары двойного использования на территорию российской федерации а продукция производимой мотор сичи является на сто процентов военной или около военной то есть все зависит от того установишь на этот вертолет пулемет или нет но это условно и в россии началась паника потому что действительно их вся громкая громкая яркая компания вертолеты россии гордость путина боевые вертолеты все это держалось исключительно на двигателях которые производила мотор сичи и у них началась истерика что же делать и они придумали такую схему как называется импортозамещение мол мы сейчас быстренько придумаем что-нибудь свое и обойдемся без мотор сичи их сми об этом писали следующее с четырнадцатого года были прекращены поставки для российских вооруженных сил двигателей для военных вертолетов и турбинных установок для фрегатов в мф россия полностью заменила закупавшиеся украины двигатели и турбины для российских боевых кораблей вертолетов на отечественные аналоги об этом заявил 14 сентября вице-премьер юрий борисов курирующий в правительстве вопросы военно-промышленного комплекса вопрос зависимости от поставок с украины закрыт и закрыт окончательно все болевые точки которые действительно еще испытывали в четырнадцатом году пройден он уточнил что в основном российские вооруженные силы нуждались в вертолетных двигателях производимых украинской компанией мотор сич вице-премьер заверил что российские НПО сатурн и ОДК Климов решили эту проблему казалось бы все нам утерли нос мотор сич уже никому не нужна можно резать ее на металлолом людей распускать все россия придумала свое ничего друзья мои они свое не придумали россия придумала дымовую завесу в информационном поле с этой программы импортозамещения хотя на самом деле ничего производить они не начали а продолжили покупать продукцию мотор сичи в украине но не напрямую а через третий стран через фирмы прокладки и и делают это они при полнейшем согласии и одобрении и веденье и даже можно сказать радости почетного президента мотор сичи вячеслава богуслава который является героем украины но очень очень любит россии деньги у нас есть и спасибо что нам пошли на встречу и в российской федерации не только кредитом не только ценами на газ все идет по плану нам не мешали бы вот эти майдануты а так все нормально идет нормально развиваются экономические связи с уважением и относимся друг другу да богуслав не скрывать своих настроений и открыто говорит о том что санкции против россии это зло скоро почувствуем серьезные негативные последствия от этих непродуманных преступных преступных решений нашего руководства а теперь ближе к делу да можно подозревать можно обсуждать что угодно факты где а вот и факты ко мне в руки попали документы свидетельствующие о том что только в 2019 году мотор сич продала россии 72 вертолетных двигателя и 21 двигатель для транспортных самолетов вы сейчас эти документы разберем и увидим через какие фирмы как и сколько чего у нас попало путину на его военные рельсы смотрим вот таблица экспорта мотор сичи за 2019 год второй по объему продаж за весь год значится латвийская компания сия аэросервис она купила вертолетных самолетных двигателей мотор сичи на 33 миллиона долларов вот 22 двигатели были отправлены в июле 19 два раза по 11 штук вот еще две поставки по 9 двигателей в декабре и продажи еще двух двигателей для самолетов тоже в декабре а вот еще поставки их несколько в октябре и августе а вот друзья мои данные о том что все эти двигатели которые покупала латвийская компания сия аэросервис сразу же продавались в россию компании питер мотор сервис а если открыть интернет очень легко найти что компания питер мотор сервис постоянно выигрывает тендеры на ремонт и обслуживание российских военных вертолетов вот они красиво дам при этом президент мотор сичи вячеслав богуслав прекрасно понимает что эти двигатели на 33 миллиона долларов которым продал в прибалтику они там не остаются они уходят в россию он прекрасно понимает потребности россии он прекрасно понимает эту схему он ее видит но ничего не делал почему потому что его это устраивает для него это норма продавать вертолетные двигатели которые тут вот не дай бог в любой момент могут прилететь к нам со стороны крыма или со стороны россии его не беспокоит а этот год мы набрали уже твердых заказов на уровне прошлого года но сейчас но мои люди выезжают на подписание контрактов некоторые страны там большие контракты будет то есть мы я думаю увеличим вот портфель твердых заказов на этот год процентов на семь восемь еще дополнительно идем дальше поставка через арабскую компанию roto trade за 2019 мотор сич продала этой фирме двигатели на 4 и 6 миллиона долларов вот пример 9 сентября 2019-го продажа двух вертолетных двигателей d-136 а уже 12 сентября roto trade продает эти же двигатели компании окб ростов миль а ростов миль в россии занимается чем правильно модернизации продажи и ремонта вертолета в основном военно-транспортной авиации корпорации вертолеты россии дальше тот же 2019 год на 3 миллиона долларов мотор сич продает гонконгской компании мидипост запчастей для вертолетных двигателей клиентами компании мидипост из гонконга являются российские питер м.с. и одк климов и вот как раз одк климов является в россии тем флагманом который вроде бы якобы придумал свой новый двигатель и что мотор сич пока пока вы нам больше не нужны и это подтверждает то что это полный фейк и обходными путями и двигатели целиком и запчасти для их ремонта и обслуживания поставляются на одк климов из украины смотр сич но при этом у них это называется импортозамещение а у нас это называется поддержка страны агрессора причем прямая военным вооружением затруднение есть только в одном прохождение денег то есть проплаты за окруженную продукцию в долларах мы продаем в основном долларах в основном долларах доллары все счета в долларах контролируется нью-йоркским банком поэтому идет такая фильтрация кто покупал как кто платил одним словом прямого прямой такой вот так давление нет но контроль за движением доллара сегодня есть это мешает нам работать в общей сложности только вот под оказанным кейсом которые подтверждение которых у меня имеется богуслав продал путину вертолетных двигателей и запчастей на 42 миллиона долларов этих двигателей будет достаточно чтобы оснастить 72 боевых вертолета и 21 транспортный самолет в принципе такого количества авиационной техники военные наверное достаточно чтобы долететь путину до киева я не знаю но мне кажется что это достаточно серьезная военная масса и да кстати хороший момент в прошлом году сын богуслава купил в италии себе остров за 10 миллионов долларов я уверен что деньги путина в этой истории абсолютно ни при чем меня беспокоит немножко другой вопрос почему американцы настолько против того чтобы китайцы купили у нас это предприятие я думаю что навряд ли китайский менеджмент согласиться с существующей моделью работы с путиным я думаю что с приходом китайцев наверняка прекратится даже вот такая кривая продажа запрещенного товара путину и российская авиация останется без вертолетов и сможет показать свое импортозамещение таким какое оно есть а его у них нет интересно что абсолютно игнорируются эти факты а это друзья мои как это говорят открыл бином ньютона да о том что богуслав поставляет двигатели путину говорится ежегодно но правда не в таких объемах всплывали какие-то единичные факты но вот такая системная работа чтобы на 42 миллиона долларов за год такого честно говоря еще не было но даже те факты которые всплывают они почему-то абсолютно игнорируется служба безопасности украины при этом связь путина и богуслава настолько близко что его и патриарх кирилл вручал награждал его орденами и они вместе встречались на с путиным на каких-то островах в россии в общем реально близкие люди реально богуслав видно что работает в интересах россии при этом сохраняет звание героя украины вот такой вот парадокс я думаю что надо эту ситуацию каким-то образом исправлять и мне кажется что то ли американцы не разобрались в этой истории и боятся китайцев больше чем россию им все равно что мы продаем вертолеты двигатели путин им главное чтобы это не попадало в руки китайцы вот кого не считают настоящими противниками а что будет с вами им по барабану поэтому за себя мы должны бороться сами подписывайтесь на мой канал носите маски мойте руки всем пока а а